Девушки отдыхают На этой сцене они взрослеют, учатся побеждать, не сдаваться, когда победа достается другому. Сегодня первый он, а завтра ты. Но если сидеть дома и наматывать козюли на кулачок, можно добиться лишь того, что тебя отправят мыть руки. Девушки отдыхают Наши участники наматывали круги вокруг главной вокальной сцены страны. Задолго до первого дня слепых прослушивали. Мы сейчас делаем тест поворот кресел. Нажимаем на кнопки и разворачиваемся. Все. Полерей, мы начинаем. Все, да. Слепые прослушивания. Наставники выбирают ушами, сердцем и спиной. После трехдневного марафона все эти органы чувств изрядно истрепаны эмоциями, децибелами, радикулитом и муками совести. Выбирать несложно. Сложнее не выбрать ребенка. Сложнее не повернуться к нему. Потому что не секрет, во-первых, действительно очень серьезный предварительный отбор шоу. Уровень в этом году высочайший. И взрослые очень сильные. Взрослые дети и малыши совсем. Кто творишь-то с тетенькой? Это один из лучших составов участников за все годы существования «Детского голоса». Тренеры брали практически каждого, кого мы им показывали. Это невероятная просто статистика. Невероятная. Мне хотелось собрать удивительные голоса какие-то. Тем более никто ко мне не шел. Все боялись, потому что я известный людоед. То есть уже люди знали, в какой кошмарной руки они попали. Ко мне, мои дети. Когда узнали, кто будет наставник, однозначно хотелось только к нему, да? Именно к Басе, и он повернулся. Глядя на человека, который подбрасывает меня, как трофейного медвежонка, легко решить, что он не в себе. Но вообще-то его можно понять. Его дочь попала на голос с пятой попытки. И ради этого всей семье пришлось полностью перекроить свою жизнь. Я пробовалась на голос с самого первого сезона. Подали заявку. Мы еще тогда жили в Новороссийске. На тот момент Саше было 9 лет. Позвонили с первого канала и говорят, поздравляем, вы прошли на кастинг. Все лежали по квартире, бегали от радости. Кастинг – это первый очный закулисный этап нашего проекта. Здесь опытные музыкальные редакторы во главе с Юрием Аксютой, давясь слезами, решают, кто из детей попадет на слепые прослушивания. Несколько долгих дней, сотни одинаковых песен и тысячи одаренных детей. Это Саша. На кастинге пятого сезона. А вот она же пять лет назад. Но потом, когда я вышла, я так расплакалась. Я не могу, папа меня так утешал. Конечно, это моя дочь. За нее были очень сильные переживания на тот момент. Надо быть немножко в этой ситуации адекватным. Там бывает такое, что это мой ребенок, он самый талантливый. Почему этот ребенок? Он же хуже, а мой вообще звезда. Нет, такого не должно быть. И мы Саше говорим, что никогда не ловила ни звездность, нет. Потому что звезды тоже, бывает, падают с неба. Когда вторая попытка попасть на проект провалилась, родители Саши приняли смелое решение. Надо ехать в Москву. В Москве все равно больше перспективы для Саши. Хотелось найти нормального педагога, хотелось, чтобы мой ребенок развивался, потому что действительно она болеет. Она болеет музыкой, да. Для нее это действительно жизнь. Ну, я счастлив, да, что мы переехали. Я счастлив, что мой ребенок счастлив. Дня враги я тебя! Дуй, дуй! Близкие обустраивались на новом месте, творили новое поколение москвичей, а Саша все штурмовала и штурмовала голос. Я сильнее занималась, танцевала, ставила какие-то постановки. И моя семья, конечно, мне тоже давала поддержку огромную, потому что без них я бы просто не справилась и уже забила на это все. В пятый я уже, ну, не хотела идти, ну, думала, что опять не пройду. Но чуточка надежды все равно оставалась во мне, в моей семье, и мы все-таки пошли. Спасибо. Я очень счастлив, что она попала ко мне. Детская психика создана все-таки так, что в большинстве случаев дети легко с этим справляются. Они любят этот мир, они его воспринимают как добрый. А взрослые часто воспринимают такие неудачи, как, ну, очень серьезный удар судьбы. Хотя тоже не должны. Ударов судьбы в жизни бывает сотни, тысячи. Добиваются часто больших высот не те, кто самые талантливые, а те, кто самые крепкие. Бой, когда душа летает, бой, когда на сердце грусть, бой, когда снега растает, страна, и пусть. А кто поет? Кто поет песню эту? Это я. Это? Понял. Вопрос закрыт. Для кого-то самое большое чудо попасть на голос. Но в жизни Антона Суботина главное чудо произошло 7 лет назад, когда он попал к своей маме. Ребенок усыновленный. У нас была такая история, что Антоша пришел в садик и говорит, ты прям рожала меня в животе. Я говорю, нет, Антош, тебя носила в животе другая женщина. Но вот ты родился, я когда тебя увидела, я вообще влюбилась и поняла, что ты самый лучший ребенок на свете. Я родила тебя в сердце. Я ее люблю и обожаю ее просто сердечко. До трех лет Антон не говорил. И прогноз врачей был неутешительным. Неврологи, логопеды уже как бы говорили, что ребенок не будет говорить вообще. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но в случае Антона оказалось, что против любви и веры любые диагнозы бессильны. Он начал заниматься музыкой. И свои первые слова он пропел, а уже потом заговорил. В школе у меня все нормально. В первый класс я почти заканчиваю. Потом в второй класс пройду. И потом там пятерки, двойки, тройки, четверки. И так далее. Иногда выскажут что-то такое, что как бы зачем обругаться. Мы же любим друг друга, что-нибудь такое. И ты как бы понимаешь, он умнее, что-то в нем такое, что нам нужно быть проще. У меня есть папа. Очень сильный, смелый. Защищает свою жену. Я с папой играю. Лазер. И в дракончике. Лево. Нет, наоборот. Справа у нас здесь право. У нас семья получается, как будто мы всю жизнь жили вместе. А иногда нам даже говорят, что Антон очень похож на папу. Вообще как копия. Мы куда едем? На мост с фильмом. Спасибо. Билеты кто у нас дает? А это какая? Голос с детьми. Я очень рада вас видеть для начала. И замерли. Следующая, после слепых прослушиваний и проверка на крепость, репетиция перед тройками. Первая и для малышей, и для плохишей. Проклятые, где? Где дети? Где дети? Мне легче с детьми. Намного легче. Мне кажется, что я умею с ними общаться, с детьми. Ну, в том смысле, что я не играю во взрослого или не пытаюсь играть в их ровесника. Где зуб потеряла, скажи мне? Мама вырвала. Бессовестная. А на место, когда у нее совести нет, вернуть зуб? Будешь как овечки. Вот так будет. Наш не догонят. Баста абсолютно находится в своей среде. Вы посмотрите, как он ведет себя с детьми. А его две очаровательные дочки, которые вот нашего абсолютно возраста, такого стратегического, они невероятные. Он их воспитывает, как папа. Я имел возможность наблюдать немножко, несколько эпизодов. Я просто сам хотел Басту обнять, приласкать. Какой человек? Я не могу на редиску смотреть. Это просто. Это очень позитивный человек. На студию заходишь, редиску там находишь. И сразу улыбаться начинаешь ты. Я строгий отец. Но это бесполезно. Младшая дочка признала меня как человека недавно. Ну, в том смысле, что она стала самым подходить к мне, проявлять свои чувства. Это моя просто главная победа за последний год в жизни. Меня не станет, я буду петь колосами. Я для этого делал определенные шаги. Написал к сказку специально для них. Про белую мышь, которая спала вверх головы. Местами, таков закон сам, самый. Теперь война будет за старшую дочку. Потому что она очень такой ежик, да. Такая прям старшая, да. Мне кажется, она, мне кажется, ей немного одиноко в этом мире. Длинных не нужно вот этих, да. Вы такие, вы ребята, да. Вы не вот это без... Кофе мой друг... И так все очень мило. Ночь меня ждет. Есть. За мокрым стеклом. Есть. Она все поймет. Есть. Молчание и зло. Есть. Кофе мой друг. Музыка мой драйс. Не часто готовы предать свою мечту в одном шаге от ее воплощения. Акмань Хаджиниязов. Пройдя кастинг, собирался отказаться от участия в проекте. Я был в себе не так уверен. На кастинге в Останкино меня попросили взять на другую октаву песню. Но так как у меня нет музыкального образования, я не очень понимал, что от меня требуют. И растерялся. Я подумал, что они поймут, что у меня нет музыкального образования, и им дети такие не нужны. Он приехал домой чуть ли не со слезами и сказал, что, наверное, мне не стоит больше ехать и готовиться к следующим этапам. И тогда мы сели в семейном кругу и обсудили этот вопрос. Есть великие музыканты, которые не знали нотных грамот, но им это не мешало петь так, чтобы завораживать сердца миллионов. И Акмань все это понял, и все пошло дальше. Кофе мой друг. Музыка мой драйс. И все, что вокруг, я могу сыграть. Я даже не знал, что у меня нет образования. Мы видим миллионы музыкально образованных людей, которые себя ничего не представляют, как музыканты, как певцы. Потому что отсутствует чувственность в их исполнении. В Акмале все в порядке с этим. Этому-то можно научиться. А вот чувствовать и петь так, чтобы люди рыдали, это дар. Сейчас Акмаль заново учится управлять своим голосом. И это не проще, чем ездить на велосипеде без руля. Потому что участие в проекте совпало у него с мутацией. Да, у него самый простой пик. Но мы идем до конца. Акмаль всегда говорил, вот если выберут меня, то я пойду к Меладзе. И когда выбор уже встал, кого выбирать, то Акмаль выбирает Басту. Потом я у Акмаля спросила, Акмаль, ну почему же все-таки Баста? И он сказал, Баста же повернулся первый, мам. Ну как я, как мужчина, я мог подвести его? Я не могу подвести его, сказать, старик, ну тебе мутация. Потому что мутация невозможно, неизвестно, как она покажет себя на финале. Вот, непонятно, что это будет. Невозможно предугадать. В этом есть какая-то своя милота. Юность, да, это Ромео, какой-то вот сломающийся голосом, но с удивительной харизмой. А можно, пожалуйста, с вами вспоткаться? Что я добрый всем скажешь, понятно? Конечно, Вася! А потом скажешь, что я злой. Вася! Вася! Ну кто его не знает? Е-е-е-е! Вася! Вася с Красного на Дону! С Красного на Дону! Они безумно работоспособны, но... Знаете, это им удовольствие. Даешь ребенку песню, и он на следующий день ее знает. Дайте мне песню. И мне нужно две недели, чтобы я ее выучил. Еще и потому, что я учить ее буду в последний день. Многие зрители думают, что у нас в проекте Меладзе в единственном числе. Но их всегда двое. В конце, когда мы будем с Ростова на Дону, вот мы... Кэмбаста с Ростова на Дону вместе спели, да? Да, да. А потом по одному. С Ростова на Дону. Потом ты. Главным человеком в нашей команде является мой брат, который дает самые-самые дельные советы. Куппеты – это прямо поединок во всех смыслах. Кто кого перепоет. А в припевах вы превращаетесь в слаженную группу, в машину. Я бы справился с этой задачей. Но, во-первых, мне было бы очень трудно. А во-вторых, наверное, я все равно так, конечно, не смог бы, как это видит Костя, как он это чувствует. Он был вылужден. Анастасия Гладилина – хрупкая девчонка с характером Т-34. Для нее стать финалисткой в «Голосе» – клевое дело. Ей не было шести, когда она сломала систему. Начала учиться в классе со своим старшим братом. Знакомьтесь, это мой брат. Здрасте, очень приятно. Все свое детство я провела с Егором. И когда Егор пошел в школу, мне было дома одно и скучное. Мне не нравилось то, что вот Егор будет умнее меня, Егор будет впереди меня. И поэтому я пришла, сказала родителям, что я хочу в школу. Первое, что у родителей – это шок. Ребенку шести нет, она хочет в школу. И она нам практически целый месяц об этом говорила, 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 говорила. И уже под конец мы сдались. Я подошла к учителю, объяснила ситуацию. Она пошла на встречу, сказала, давайте, приводите, говорит, я ее посажу. Говорит, она посидит, поймет, что это тяжело, потому что она маленькая, она их младше, там, на полтора года. И, ну, и само собой все разрешится. Так и получилось, что со второй четверти Настя оказалась ученицей первого класса, хотя, по идее, она должна была еще играть. В куклы и сидеть дома. Чувствую конкуренцию у меня, как у Насти, она просто огромная. Она просто влазит за все рамки возможного. Ну я проиграю! Они как вот два двигателя, которые подпитывают один другой. И это очень ценно, и не у всех это бывает. Им повезло. Ее цель – это закончить школу с золотой медалью, универ с красным дипломом и стать президентом. У меня, наверное, все то же самое, только не собираюсь становиться президентом. С первого класса мы с ним отличники. Не было такого момента, когда в четверти выходила хотя бы одна четверка, даже по физкультуре. Она была маленькая, выступала на мероприятии, когда медалистам вручают золотые медали. И она их видела. Она говорит, мама, они что, золотые? Я говорю, Настя, да, золотые. Я тоже такую хочу. Я говорю, Настя, ну для этого надо хорошо учиться. И она мне повезла, мама, у меня будет золотая медаль. И идет к цели, к этому. Она умеет ставить цели и к ней идти. И так же у нас получилось с голосом. Настя одолела голос с третьей попытки. Настя, не знаю, я почувствовал как-то, что, во-первых, она очень устойчивая. И от раза к разу она великолепно берет, как машина, все эти ноты. Выпивает все эти мелизмы. При том, что машина не может этого делать. Понимаете, машина есть машина. Это все равно чувствуется, что это поет живой человек. И при этом она, вот есть люди с такими четкими бойцовскими качествами. Все наши наставники сами родители. У Валерия Меладзе пятеро детей. У Басты двое, а у Пелагеи дети пока одна. Сочетать мамство с наставничеством в детском проекте то еще веселее. Давай вместе. Я лететь могу, как птица. Я с врагом могу сразиться. На болоте, на снегу. Я могу, могу, могу. Молодцы. Я должна быть молодая и бодрая мама. Помимо всего прочего. Вот, поэтому я стараюсь как-то... Ну и потом, это мой все-таки источник тоже сил, энергии и так далее. И когда вы вот это вместе поете, я могу, прям могу. Докажите, что можете, хорошо? Понимаете, о чем вы поете, да? Что я могу, могу. Рассчитывайте на меня. Я не подведу. Я стала немного по-другому относиться к родителям. Мне стало более понятно некоторые их поступки, движения и так далее. Но тем не менее, я все равно достаточно минимизирую общение с родителями, потому что я понимаю, что не всегда они действительно адекватно оценивают ситуацию. И это нормально. Зачастую родители пытаются вмешиваться не только в процесс выбора песен, но и в работу стилистов. Делать рубашку, чтобы рукава просто торчались. Ой, не надо. Ну, если что, там уже будем делать. Ну, хотя бы не... На мой взгляд, просто еще рубашку принесем. Еще рубашку можно, да. Мы принесем белую. Хорошо. Вот этого не будет. Просто вот так не будет. Да, да. Поверьте, у меня другой задачи, кроме того, чтобы каждый из вас выглядел хорошо и достойно, нет. Поэтому, если мне кажется, что было бы круто, если бы вы были в костюмах, которые напоминают всем об Испании, об каких-то вот этих вот всех мотивах, значит, нужно мне довериться, и либо нужно было не идти ко мне в команду, либо не идти в этот голос. Понимаете? Я вас сейчас не ругаю, я вам рассказываю ваши просто отношения. Понимаете? Потому что, когда ко мне приходят и говорят, что у родителей истерика, они не будут вас выпускать в таком смысле, родители вас не выпускать бы. Понимаете? Сейчас выпускаю вас я. И это моя ответственность. Понимаете? Моя. Если будет плохо, это тоже возьму на себя я. Если вы приходите к кому-то и доверяете это, то доверяйте, пожалуйста, а не проверяйте. Ок. Но самое сложное – не отстаивать свое право на доверие, а исключать из своей команды тех, кто тебе доверился. Со мной дальше остается Ангелина. Самый тяжелый этап, когда нужно за один день огорчить 13 из 15 детей. Это, ну, действительно, понятно, что они как бы жаловаться нехорошо, и детям тяжелее. Но наставникам тоже в этот момент правда непросто, потому что ты ко всем к ним относишься действительно с душой, с трепетом, и совсем не хочется этого делать. То есть это не кокетство, когда ты говоришь, что я бы не делала этого, если бы мог. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. О, не девочка одна. Этот коварный этап – поединков. Дальше остается Леня. Еще с утра в каждой команде 15 участников. Они готовятся к выступлению в тройках, их наставники готовятся к лучшему. Потому что сначала им нужно выбрать одного ребенка из каждой тройки. Я выбираю Давида. А после песни на вылет сократить число участников с пяти до двух. Было 15, стало два. Простая арифметика для первого класса и нерешаемая задача для трех взрослых людей. Продолжает свое движение в проекте Федорова София. Спасибо! София Федорова будет двигаться в суперпроекте «Голос. Дети». Дальше. При дисках. Редиска. Редиска. Как жалко маленькую девочку, блин. Это было, конечно, для меня таким сильным переживанием. Ну, потому что это детские слезы, которые ты не готов к ним никогда. Потому что она улыбалась всю дорогу, а потом раз и разрыдалась. Из-за редиски, пожалуй. И назгуль, да, вот у меня два человека, за которых я переживал, но так было нужно. Редиску все на свете запомнят. Редиску точно никто не забудет. Редиску из пятого сезона. Самое-самое классное. Придешь к нам на финал. Детей безумно жалко. Но при этом, при всем, я нашел себе оправдание. У детей есть родители, которые потом их успокоят, которые купят им подарки. У детей есть ощущение, что вся жизнь впереди. И что это всего лишь один из таких досадных случаев. А извините, из 120 детей отрицательный ответ получают 119. Потому что побеждает один. Ты что в другой пусть расстроился? Лень, ну ты же согласен, что Ротгер с Вероникой, они так классно болеют. Скажи, а ты же сам хотел болеть за них. Ты будешь учиться еще ночью. Ну, это, безусловно, закаляет. И самое, мне кажется, самый главный урок, который можно из этого вынести, что даже если очень обидно в каком-то моменте проходит время, и ты понимаешь, что, ну, как бы это не конец, и жизнь дальше идет. Это действительно, ну, только начало. В детях есть такая удивительная свобода в восприятии мира. Свобода в восприятии музыки. Что нам приходится этому у них учиться. Потому что у них нет багажа с прошлыми своими, там, жизненными испытаниями, позициями, там, трудностями, проблемами. Взрослый приходит уже, как бы, таща за собой этот воз из ненужного, на самом деле, на сцене. На сцене важно чувство, и все. А дети чувствуют чисто, они не потому, что они так научились, а потому, что они по-другому не умеют. Это бесценно. Прежде всего, это шоу. А шоу не для нас, а для зрителей. И тут не важно, станешь ты победителем или нет. Главное, сделать приятное тем, кто смотрит на нас, потому что это шоу. Это не конкурс. Телевидение и сцена зачастую, как смола, фиксируют в себе образ артиста. И зрителям кажется, что в жизни он такой же. Кажется. В жизни и на сцене это, можно сказать, кардинально разная личность. Скромнее в жизни, более незаметной. Потому что он не распыляется своим внутренним миром. Он его бережет для достаточно самого ответственного момента. Когда ты делаешь этот шаг из-за кулис на сцену, ты позволяешь себе, вот раскрываешься полностью. Я на самом деле такого же устройства личности человек, поэтому мне как раз это очень понятно. Один из самых ярких участников проекта – Рудгер Гарахт. Сомневался, что на голосе его кто-то ждет. И не решался отправить заявку пока в детском театре, где он служил. И настояние, наверное. Это была тихая мечта. Он всегда считал, что он, наверное, не готов еще, не до Роску. Там дети, конечно, здорово поют. Вася Паста сказал, что это было до безруков. И это, естественно, сразу облетело весь интернет. Я видел его выступление. Оно настолько заразительное, настолько по-актерски было шикарно. У него столько настоящей актерской энергии такой, заводной. Я не знаю, если он похож на меня, неприятно, потому что такое сравнение, конечно, на меня листит. Бывает чувство, что я могу с чем-то не справиться. Например, у меня Богом дано то, что у меня связки, они для певческого вообще созданы. У меня ворсистовый, то есть сип идет. Ну, я знаю то, что у меня не получается, но некоторым людям нравится. Мне говорят то, что у меня есть какая-то изюминка, и необязательно мне иметь какое-то там шикарное звукоизвлечение, чтобы спеть что-то. Ранимый. Ну, почему-то мы это визуально не замечаем, когда он переживает. Сказывается в том, что он начинает заболевать перед каким-то ответственным моментом. Он, наверное, очень внутренне переживает, но нам это не показывает. Свободного времени у Рудгерта почти не бывает. Он занимается хореографией, акробатикой, вокалом, играет на скрипке и, конечно, учится в школе. Мы нигде его никогда не заставляли ничем заниматься. Это все было только от него. Напротив, даже сейчас мы понимаем, что уже нагрузка как бы большая, надо что-то убрать, он не хочет. Семья Гарахтов большая. У Рудгера две старшие сестры, о которых он заботится. И вообще он такой мужчина с правильным отношением к жизни. Никогда я не сдаю своих друзей. Приходилось, конечно же, драться за друзей, за девчонок в классе, в параллельных. Со старшими дрались. С друзьями, конечно, часто выигрывали. Но вывали поражение. Есть огромное удовольствие от возможности наблюдать близко за талантом. Когда этот талант заключен в невзрослого человека, это, конечно, не совпадение на первый взгляд, а с другой стороны, как раз совпадение-совпадение. Потому что когда вот та же Вероника поет взрослые духовные стихи, это так вообще штырится. Потому что она понимает, о чем она поет. И вот на этом контрасте настоящее, собственно, катарсистое и накрывает. Эта девочка знает любви и разлуки не меньше многих взрослых. Вероника живет в Севастополе и делит своих самых близких мужчин с морем. Папа с братом, они ходят в моря, но они не ловят рыбу, чинят корабли. Папа работает механиком, а брат работает электриком. Конечно, у них рейс длится очень долго. Это полгода отсутствия. Плюс-минус там месяц-полтора. Бывает так, что 10 месяцев отсутствовал мой муж. Ну, такая жизнь, такая работа. Я даю папе с братом всегда в поездку игрушку свою. Это объясняют все мои слова. И пока их защитники сражаются со стихией, Вероника и ее мама сражаются с бытом. Учатся быть сильными и самостоятельно покоряют Москву и Голос. Тяжеловато, конечно. Но мы справляемся, этим и живем. С этого порта мы провожаем море моего папу и брата. Весточки приходят очень редко. В лучшем случае это два раза в месяц. Именно папа отправил заявку на участие Вероники в Голосе. А потом ушел в рейс и не знал, что его дочка уже в проекте. Не было связи. И они не знали о наших путешествиях и приключениях. Только потом, ближе к декабрю, когда вышел на связь, мы стали говорить, что вот такая вот история происходит. Конечно, были все в шоке. И все ребята, да, поздравляют. И поздравления записывали, присылали Веронике. Сослуживцы на пароходе. Вероника, поздравляю тебя с берегов Новозеландии, с проходом в финал. Держим за тебя кулаки всем экипажам. Сестричка, я присоединяюсь к поздравлению. Ты умничка, лучшая. У тебя все получится. Переживаю и болею так же. Хоть я сейчас и далеко, за 20 тысяч километров от тебя, но знаю, я за тебя переживаю, я тебя люблю и желаю тебе удачи. Моим поздравлениям и пожеланиям присоединяются мои друзья, мои коллеги, да и вообще весь экипаж большого автономного трауля Ирвинга. И желаю тебе победы! Вероника Сыровля остается в суперпроекте «Голос дети». Финалистка Тали Купер уже пробовала себя в голосе в другой стране. И тогда ей не удалось пройти дальше пятерок. Да, я подумала, что я опять не пройду. Я очень волновалась, но я просто дальше в финал. Было обидно, что мальчики не пришли, потому что они тоже были сильные. Они очень хорошие ребята. Они смешные, но, к сожалению, только один проходит. Это хрупкая маленькая девочка поет, рычит, как зверь. Берет высочайшие ноты, как в лучшие времена Мария Керри, переходя на какой-то вообще ультразвуковой свист. При этом еще идеально чисто интонирует по нотам. Она просто боец. Было, когда она простуженная пришла, она все равно. Она не хнычит, она не скажет, ой, я сейчас этого не могу, я этого не хочу. Нет. Ну, я просто не знаю, как я заболела сейчас. Может, я плохо одевалась, ну, когда в Москве. Просто у нас в Израиле 35 градусов. Мы пришли к фониатору, и он на мне там залил всякие ужасные вещи. Но надо это все делать, потому что это помогает. И мне уже даже лучше стало. В пятерке я тоже очень волновалась, и мне было жалко детей. Именно Олеся Мошейка, потому что она чувствует это по-другому. и ей тяжело. И я не знаю, как она это прочувствовала. Когда она очень боялась, что она тоже не пройдет, не пройдет, я вместе с ней тоже переживала, но я ее успокаивала. Говорила, что все будет хорошо. Я приглашаю на сцену Агату Муциньеце с командой Валерия Меладзе. Сейчас наставник команды назовет по одному всего два имени. Тех, кто остается в суперпроекте «Голос. Дети». Гладилина Анастасия. Анастасия Гладилина. В суперпроекте «Голос. Дети». Анастасия в игре. Спасибо. И Талли Купер. Талли Купер остается в суперпроекте «Голос. Дети». Спасибо большое всем, кто создал этот замечательный проект. Когда нам попадается такой вот ребенок, мы, несмотря ни на что, в первую очередь обращаем внимание на ее возможности вокальные. Поэтому нет здесь, я уверяю зрителей, какого-то специального отношения. Все по-честному. И если она не проходит какой-то этап, это тоже по-честному. Я не знала, что будет какой-то дополнительный этап, поэтому я сразу же после пятерок очень сильно расстроилась. Думаю, ну, все. Начиная со второго сезона «Детского голоса» для ребят, которые победили в тройках, но не прошли в финал, мы устраиваем этап второго шанса, где выбор делают не наставники, а зрители. У Олеси есть сестра-двойняшка, Настя. Они редко расстаются, разве что в школы ходят разные. Настя в обычную, Олеся в специализированную. Я подготовила вам тест. Берем теперь один, один, три, два, четыре. Я вот просто благодарю Бога, что они вдвоем родились, вдвоем разговаривают, вдвоем общаются, что-то обсуждают. Какие-то у них свои там даже споры бывают по поводу каких-то социальных там сетей, допустим. Они же хотят обе и блогерами стать, и на радио работать. Настя у меня скромняшка. Я вот даже еду в поезде и все время хочу познакомиться с кем-нибудь. А Настя, она не такая. Может быть, она видит мир по-другому. Например, я вижу внутренний, у меня внутренний мир такой светлый, открытый. Может быть, у нее он такой закрытый. Девочка с открытым миром и закрытыми глазами была такой не с самого рождения. Родились у меня недоношенные. Из роддома перевезли в УПН, где недоношенных детей дохаживают. Настя, она лежала в реанимации, а Олеся в обычной палате. То есть у нее все было нормально. Вот. Их клали в кювезы под кислород. И вот, видимо, от избытка кислорода, там никто за этим не следил, пересушили сетчатку. Настя для Олеси не только самый близкий друг, помощница и защитница во всех делах, но и глаза, которыми она смотрит на мир. Ну, Настя, она сначала, когда была маленькой, не понимала, почему к Олесе такое внимание настырничала. Папа ей завязал глаза и дал понять, как это, ну, когда ты не видишь. Вот пройди, говорит, хотя бы час походи по квартире, по улице. Мне вообще не обидно, потому что вот если бы Олес ничем не занималась, я просто так, ну, ничего не делала, мне было обидно, что мне одной так тяжело. Она и в музыкальную школу тоже ходит, и в обычную школу у нее тоже есть свои обязанности. У Олеси обостренный слух. Произведения для фортепиано и флейты она учит без нот. Она очень любит читать сказки, фильмы. Где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих собратьев, которые, едва завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Почему для меня важно быть первой? Я хочу просто показать всем, что я тоже не промах. Хоть я особенная, но я тоже не промах. Вообще, мне кажется, давно пора людей оценивать по поступкам. Я очень рад, что она оказалась в моей команде, потому что мне есть чему учиться у этой девочки, тому упорству, умению понять и увидеть этот мир без того, чтобы его видеть. Она по-своему это передает в песнях. И только мы одни на целом свете верили в любовь и в любовь навеки. Иногда бывает такое во сне, что я во сне овладеваю своими глазами и вижу картинки. Но когда я просыпаюсь, я их не помню. Место событий помню. Как все произошло, помню. А вот именно картинку, цвет и все остальное, как это вообще все видеть, я не помню. Ну, одним глазом уже все. Безвозвратно, скажем так. А на второй глаз у нас есть перспектива. Мы лечились у очень хорошего доктора в Питере, который нам сказал, что шансы как бы есть, но что-то должно произойти, какой-то эмоциональный всплеск или гормональный. А может быть и не сейчас, может быть чуть попозже. Единственное, жалко время уходит. Олеся самый обыкновенный, талантливый ребенок. И мечты у нее такие же, как у всех, кроме одной. Мечтаю побывать на море, в теплой стране, в какой-нибудь, на пляже, на каком-нибудь, полежать, позагорать. Мечта увидеть себя в зеркале. Но она не такая заветная, конечно, но все же мечта. Еще недавно почти нереальной Олеся казалась мечта попасть на проект «Голос». Покажите нам результаты зрительского голосования. «Голос». 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 Чудо приходит, когда его никто не ждет. Этап второго шанса, как и финал, проходит в прямом эфире. Всех немного потряхивает. И не так важно, какой у тебя по счету, первый или 32-й. Твоя задача не упасть. Обычно я не сплю ночью перед прямым эфиром. Я волнуюсь за все, потому что ночью все кошки кажутся черными. И все, даже чего не может произойти, все равно ночью кажется, а вдруг, не дай бог. Дмитрий, что переживать? Все. Песенька спета. Теперь они. Абсолютно профессиональные люди, которые, я уверена, что справятся. У меня взрослые вызывали больше опасений, чем команда в этом сезоне на детском голосе. Случается, конечно, всякое. Но у нас все добрые. Никакой волчок не ухватит за бачок тех, кто забыл слова от волнения. Или вовремя не вступил. Походим, Элина, да? Нет. Света? Я не знала, что будет дополнительный этап. Немножко понервничала. Не могла даже представить себе в тот момент, когда я плакала, что... Да зачем я плачу? Я все равно стану финалисткой. Не самые космические там вокальные данные, но вот эта энергия, она, конечно, меня просто поразила. Людям нравится понятность не в смысле простоты или упрощенности, а в смысле близости, да? То есть люди не любят напускное, да? Там пуховики, одеяло, ковры сверху на голову, да? Люди хотят увидеть вот то, что рядом и то, что вот человек пытается почувствовать, да? Вот это вот у нее получилось просто. Она сработала на 100, ну, и голосование это показало. Теперь новоиспеченным финалистам предстоит за неделю подготовить три песни, включая песню с наставником. Эта песня, ну, вообще не в моем стиле, то есть это выходить из моей коробки, хотя я пела много стиля и оперно, и поп, и классика, и рок, ну, многого испытала уже. Но все равно мне очень нравится эта песня, потому что она прям мягкая, душевная и приятная моим ушам. Я сейчас и аллергия, и немного простудилась, и у меня легкие забиты там, хлеплю немного, и, ну, да, сложнее намного петь. Может, дать ей отдохнуть, не хула шел? Не хочешь, да, помолчать чуть-чуть? Мы стараемся петь и не срываться, и не кашлять, но это очень сложно, и надеюсь, что нормально все будет. Конечно, всего лишь одна неделя, но на самом деле я у меня не дня без репетиции, часто вот занятия с одного на другое, в машинах кушаю. Нас не стереть, мы живем назло, пусть не везет, а мы свое возьмем. Думаю, мы выучим это все. Но я вот это... И за меня не станет, я буду без голосами. Но я в порядке... Моих детей... Счастлив, что мне выпало лжебие быть с этими детьми, с ними работать, пройти этот путь, да. Я там отшучиваюсь как-то, там, делаю себя каменного человека. Ну, мне... Они очень приятные, очень интересные, и мне хочется быть для них полезным, что ли. Да, чтобы они оценили меня, да, чтобы они сказали, что толстяк, правда, для нас искренне от всего сердца пытался что-то сделать, не просто там формально отработал, а вот, ну, болел за нас. Я всегда была очень довольна составами своих команд. И до сих пор считаю, что это всегда были очень талантливые. И есть очень талантливые дети, и мы продолжаем общаться. И я наблюдаю за их успехами, которые не заканчиваются проектом голоса. Дети – это только начало. Такая стартовая взлетная полоса. Это очень классно. Понятное дело, что будут разные отзывы, но о ком из нас не говорят и хорошо, и плохо. Нужно просто на это не обращать никакого внимания и идти своим путем к своей цели. Иногда мы злимся, что наши желания не спешат исполняться. Но мечты всегда сбываются вовремя. Ровно в тот момент, когда это необходимо. Поэтому не тратьте время на ожидания чуда. Просто живите и занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Мира и любви всем. А сейчас я подражаю. Или не подражаю, просто беру пример с певицей Бьонс. Она мне очень нравится. Даже не сомневалась, кому пойти. Я просто хотела пойти к Валерию Милазу. Музыка и вокал – это вся моя жизнь. Я не люблю, чтобы мне все легко доставалось. Я хочу всего добиться сам. Я сама люблю сыр кушать. И моя фамилия прям соответствует моему вкусу. Я очень трудолюбивая. То есть у меня есть цель, и я к ней иду. Бабуля мне сказала, я вижу тебя в дальнейшем с микрофоном и на сцене. Я люблю петь и утром, и днем, и вечером. Я добрая, я дружелюбная. Как мне кажется, я очень открытая. Владилина Анастасия. Тали Купер. Гарри Фрутгер. Сыромли Вероника. Каджиньяза Фаркмайк. Ушакова Александра. Руководство программы, руководство канала первого приняли решение сделать дополнительный тур, где будут разыграны еще три места в финал. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте финалистов суперпроекта «Голос. Дети». Анастасия Гладилина. Тали Купер. И Олеся Машейко. Купер. Герах. Вероника Сыромля. Эдем Голан. Александра Ушакова. Акмаль. Аджиньязанов. И София Федорова. Акмаль. Акмаль.